Всем привет, дорогие друзья, с вами Роман, канал Romeu Wide Channel и экспромтом видео, возможно, я буду так частенько записывать, потому что записываю на iPhone SE второго поколения, на фронтальную камеру. Почему? Сразу объясняю, почему у него тот вот мощный аппаратец, потому что это значительно быстрее, не надо ставить свет, газ и все тому подобное. Пока, честно вам признаюсь, пока вот это все установку сделаешь, фокус наведешь, уже пропадает желание даже снимать и, соответственно, нету тех эмоций, которыми ты хочешь поделиться. Сегодня пойдет речь про iPhone, но вы, конечно же, они вышли, вот сегодня, представили 4 устройства, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они плюс-минус одинаковые по техническим характеристикам, если коротко, отличаются размерами экранов и количеством камер. Значит, по ценам я, наверное, сразу сориентирую, цены начинаются от 70 тысяч рублей, 70 тысяч рублей, 80 тысяч рублей, 100 тысяч рублей и 110 тысяч рублей за Pro Max. О ценах я немножечко подробнее скажу, наверное, в конце этого видеоролика, как я к этим ценам отношусь и вообще, стоит ли вообще рассматривать среди таких цен. Итак, первый, самый прикольный аппарат, как по мне, это iPhone 12 mini. Почему? Потому что среди линейки, вообще всей линейки айфонов, не было столько компактного гаджета. Было SE первого поколения и SE второго поколения, все остальные достаточно большие телефоны, либо они устаревшие телефоны. Это мое личное такое мнение. Я себе купил iPhone SE 2, потому что он маленький, удобный, с ровным экраном, он быстрый, хорошо фотографирует. Теперь у меня на пути будет вот как раз таки iPhone 12 mini, потому что 5,4 дюйма. При этом характеристики остальные меня не слишком сильно волнуют, потому что все iPhone'ы работают быстро, оптимально, ну и тому подобное. Ну и плюс камеры у них в целом хороши. После iPhone'а X все остальные снимали неплохо. iPhone 12 и остальные аппараты, я думаю, что стоит рассматривать в том случае, если у вас старые телефоны от Apple'а, и вы хотите в каком-то мере обновиться. Допустим, там 10 у вас, или iPhone 7, iPhone 8, там плюсы какие-то версии. Вот в этом случае 12 стоит брать. Причем 12 с экраном 6,1 дюйма, это, ну, не лопата, но, в общем-то, так, достаточно большой телефон, но не самый большой из вообще всех. Потому что у 12 Pro Max это 6,7 дюйма. У 12 Pro это 6,1 дюйма. В чем отличие всех этих моделей, если совсем коротко, опять же, мы же все хотим покороче, да понятнее. Значит, iPhone 12 mini, маленький экран, компактный корпус, по большому счету, это замена iPhone SE второго поколения. iPhone 12 6,1 дюйма, ну, как бы, по сути, это то же самое, что 11 iPhone, как по мне, по многим параметрам. iPhone 12 Pro, здесь уже, если в предыдущих по две камеры, то здесь уже получается три камеры. iPhone 12 Pro это 6,1 дюйма и Pro Max 6,7, там тоже три камеры. Технически они почти не отличаются. Единственное, вот, стоит отметить, конечно, в 12-х, да, mini и просто 12-й, там версии начинаются от 64 гигабайт в стройной памяти. А Pro-шки, они начинаются от 128 гигабайт. И, конечно, вот здесь вот немножечко пожадничали Apple для младших версий, потому что 64 гигабайта это очень мало. Если вы собираетесь брать iPhone, не берите на 64, забьется просто моментально, в лед. Все приложения на iPhone, как и на Android, занимают значительное место. Основные программы поставили, считайте, что примерно где-то 20 гигабайт у вас уже нет. Немножечко фото, немножко видео и все, и память у вас закончилась. Сделано вот такое небольшое количество памяти. Я знаю, что многие пишут о том, что, ну как так, 64 гигабайта, да что ж это такое? Что за... Сделано очень правильно, потому что у компании Apple есть сервисы iCloud, за iCloud вы платите деньги. Чем больше места, тем больше денег вы платите. Поэтому им не сильно выгодно делать телефоны, у которых будет много памяти. Потому что вы будете каждый раз покупать iCloud, iCloud, iCloud. Чем меньше памяти в телефоне, тем больше вы будете iCloud покупать. Это такая стандартная коммерческая штука. Apple вообще в принципе про деньги, по крайней мере сейчас, поэтому тут удивляться нечему. Поэтому берите сразу от 120 гигабайт, если, конечно, есть деньги. Меня лично заинтересовал аппарат мини, почему? Потому что, как я уже сказал, у меня SE второго поколения, меня он более чем устраивает. Он маленький, он удобный, ровный экран, он быстрый, хорошо фотографирует. Время работы меня устраивает. Я вам рассказывал, делился впечатлениями первыми от телефона. И единственное, что вот хотелось бы, наверное, да, немножечко больше экран, вторую камеру, чтобы была бы широкоугольная камера. Больше остальное мне ничего не интересует. Процессор, память там. Вот это вот все мне вообще никак, потому что меня устраивает. Поэтому, теоретически, если будет возможность, я перейду на iPhone 12 mini. Ну и плюс по деньгам, потому что он дешевле. Хотя, конечно, деньги не маленькие. 70 тысяч, повторю, за iPhone 12 mini 64 гигабайта. Это полный пипец, крах. На 128 гигабайт 75 тысяч рублей, но это бух, взрыв мозга. Естественно, если бы я брал, я не брал бы в официальном магазине, я купил бы серый аппарат и не знал бы горя. Скорее всего, вот из 75 тысяч рублей серый будет стоить, ну, в районе 60 тысяч рублей. Что тоже много, но продавай iPhone старый, добавляй и вот, собственно, получаешь. Здесь раз, два, три, четыре, пять, пять цветов iPhone 12 и mini. У iPhone 12 Pro раз, два, три, четыре. Ну, они такие довольно-таки скучные. То есть, по сути, для молодежи iPhone 12, вот эти mini обычные. Потому что там есть и зелененькие, и синенькие, и Product Red красный. У меня, кстати, Product Red. Следующие. Комментарии по ценам. Да, много. Но, с другой стороны, вот я в Twitter написал, каждый раз мы смотрим презентацию. И меня каждый раз удивляют люди, которые после каждой презентации пишут, вот это цена. Друзья мои, вот сколько я смотрю эти презентации, наверное, с года так 12-го, а то и 10-го. Каждый раз вот это вот, ой, какие цены, господи, какие цены, да кто же их будет покупать за такую цену. Друзья, каждый год одна и та же ситуация. Apple выкатывает телефоны по нереальным ценам. Вернее так, у них-то эти цены, они более-менее адекватные. А когда они к нам приезжают, у нас в России цены получаются просто пипец. Потому что никто не знает, как себя доллар и евро ведет. Поэтому по максимуму бабахают. То есть, не по тому курсу, который сейчас, а максимально, что может быть. Условно, вот сейчас, типа, курс в 100 рублей. Дофига, дофига. Но, первое, Apple зарабатывает деньги. Коммерческая компания, что вы хотите, они деньги зарабатывают. Они не меценаты какие-то. Первое, зарабатывают деньги. Второе, они выставляют по тем ценам, которые всегда, в принципе, выставляют. Apple телефоны, Apple продукция, она всегда была дорогой. И на всех презентациях, после всех презентаций, все хватались за голову. Где за голову не хватались? Ответьте мне на вопрос. Конечно, на презентации Xiaomi, на презентации Opa, Vivo, Realme и тому подобное. Вот здесь вот свет, расцвет. И, пожалуйста, там покупаете Poco 3 за 19 тысяч рублей. Тут тебе пиханут вот прям вот так вот все вместе. А потом ты начинаешь тестировать и думаешь, а почему память такая медленно? А почему камера так странно себя ведет? А почему здесь вот так вот глючит процессор? А почему троттлинг? А почему у меня корпус облез через два дня? И вот таких вы просто до бесконечности начинаете читать. Конечно, обычный пользователь, скорее всего, это не заметит. Но вот я, как обозреватель, вот все это вижу. Вот на чем экономил производитель. Экран крутой! Мы AMOLED поставили! Вот такой вот экран поставили. Начинаешь внимательно смотреть ШИМ. Дикий ШИМ. Матрица отстойная. Память медленная. Ну и так далее, и так далее. Сейчас я не буду рассуждать на эту тему. Поэтому, как бы, рассматривая Apple, Apple, конечно, закрытую информацию подает. То есть она не говорит, что, а теперь смотрите, у нас оперативная память. А знаете, сколько она? У нее скорость какая. А знаете, процессор сколько? Ну, хотя они по процессору говорят. И все равно ты, когда потом вычисляешь скорости, тем, те, 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 получается, что нифига себе. Вот это они там накрутили скорости. Ну вот поэтому и получите такие скорости, вот такие огромные деньги. Поэтому, если подытожить, да, цены высокие. Цены высокие, как обычно. Как обычно всех схватились за голову. Вот. А теперь, что касается покупки-непокупки. И кому нужно покупать. Значит, если у вас iPhone SE первого поколения, iPhone SE второго поколения. Если у вас, допустим, iPhone 6 или просто iPhone 7, iPhone 8. Я рекомендую присмотреться к iPhone 12 mini. Потому что по цене более-менее подходит. Я знаю, что дорого. Но по цене подходит. По крайней мере, дешевле, чем все остальные iPhone. Новый процессор, новая камера, все новое и так далее, и так далее. Конечно, можно присмотреться к XR, SE 2 и так далее. Но мы рассматриваем же новые устройства. А не просто, чтобы вот тупо сэкономить. Хоть какой-нибудь Apple взять. Нет. Новый аппарат. Поэтому iPhone 12 mini. iPhone 12 кому? Наверное, тем, кто вот опять же сидел на всех этих плюсах. iPhone 7 Plus, 8 Plus, там X. И просто хочется обновления. Ну так, чтобы экран не вот такой еще был, а корпус относительно компактный был. Там цена от 80 тысяч. Дофига, дофига уже сказал. iPhone 12 Pro. Ну, здесь, наверное, расчет идет на то, что люди просто хотят получить три камеры. Zoom, ширик и обычная камера. Я бы не гнался. То есть, iPhone 12 Pro я бы себе не брал бы. 6,1 дюйма. Дополнительная камера с зумом. Я не пользуюсь в последнее время зумом. Мне ширик нравится и обычная камера. И вот как бы переплачивать дофига денег, а он 100 тысяч стоит. Ну, я бы не стал бы. То есть, я бы рассматривал бы либо 12-й, либо Pro-шку. Потому что там экран 6,7 дюйма. Ну, и цена 110 тысяч рублей. Вот. Вот этот 12 Pro и 12 Pro Max, они, опять же, хорошо кладутся вот на там предыдущее-предыдущее поколение. Если у вас iPhone 11 и так далее, и так далее, вот эти все новые iPhone, вообще смысла нет никакого в обновлении. Вы ничего не выгадаете вообще. То, что там заявляли Dolby Pro Vision HDR запись видео. Ну, не пойдете, чтобы прямо вот сейчас записывать видео в HDR и давай вот это все высматривать. Ну, скорее всего, нет. Это вот там единицам обозревателей будет. Потом интересно просмотреть. Поэтому, если у вас есть деньги, и если вы хотите суперобновления, суперстарых телефонов, и хотите вот такой большущий экран, вот такой большущий телефон, тогда да, iPhone 12 Pro Max за 110 тысяч рублей, это, собственно, ваше. Вот такие вот коротенькие выводы я топлю за iPhone 12 mini, потому что это будет реальный, прикольный, необычный, суперклассный телефон. Малюсенький, с двумя камерами, быстрый, максимально быстрый, с хорошим экраном. Там, ну, вот все, что возможно было, туда запихнули. Хотел бы повторить, что я не Apple-оман, я не топлю никогда за Apple. Я всегда рационально подхожу вот к этим всем вопросам выбора устройств. И поэтому надо было, наверное, с этого начать. Если вы не пользовались Apple, стоит подумать, надо ли вообще вам это. Вот. Если вы пользовались Apple, то вы просто лучше меня, наверное, знаете, что вам нужен Apple, скорее всего. Стоит ли переходить там с Apple на Android, с Android на Apple, это другая тема. Если вам это будет интересно, я расскажу. А сегодня вот по презентации. Судя по моим эмоциям, презентация, в принципе, удалась. Ну, потому что айфоны, потому что это не какие-то айпэды, ноутбуки и тому подобное. Интересная тема, моя тема, и многих она интересует. То есть, iPad или MacBook вряд ли кто-то покупает каждый год. А вот айфон, да, хочется поменять на что-то новенькое, ну и так далее. Поэтому вот такие вот у меня сегодня мысли. iPhone 12, мини, наш телефон. Всем большое спасибо. Обязательно комментируйте, ставьте лайки, чтобы видео там хоть куда-нибудь там продвинулось. Чтоб не зря мы тут для вас работали. Всем большое спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok